Чёрное озеро Чем наделены муравьи, пчёлы и даже рыбы? И не какие-нибудь интеллектуальные млекопитающие дельфины или синие киты, а обычные окуни, форели и лососи. Даже корюшка понимает, чтобы сохранить своё потомство, нужно создавать условия и создаёт. Строит искусственные гнёзда и проявляет заботу, даже когда вылупляются мальки. И только человек, царь природы, иногда не понимает, что делать с потомством. ВЫСТРЕЛЫ Из показаний Лилии Мордановой. 21 января 2001 года, около 14 часов, я с сыном пошла в детскую поликлинику номер один, чтобы получить справку о состоянии здоровья. На приём к своему участковому мы не успели. Мы пошли к автобусной остановке дворами. Сын бежал впереди метрах в трёх-четырёх. Нас обогнал автомобиль «Москвич». Буквенных обозначений не запомнила, а вот цифры посередине два, а по краям одинаковые – три или восемь. В машине сидели мужчина за рулём, на заднем сидении – женщина с ребёнком и второй мужчина. Обогнав меня, машина резко остановилась около сына, и пассажир затащил его в салон. Дверь закрылась, и машина уехала. Само сообщение, естественно, по фабуле, оно несколько вызывало довольно-таки сомнения. Во-первых, это было время, место совершения вот этого похищения, которое первоначально давало информацию. То есть посреди бела дня на машине, тем более состав похитителей – это мужчина, женщина, ещё и ребёнок в машине. Но в любом случае отрабатывались все версии, началась оперативная работа. Задействованы были всенаружные службы, органы внутренних дел, управление внутренних дел Нижнекамского. И шла работа по поиску именно похитителей, по поиску ребёнка. Мама – это значит нежность, это ласка, доброта. Мама – это безмятежность, это радость, красота. Мама – это зелень, лето, это снег, осенний лист. Мама – это лучик света. Мама – это значит жизнь. Отрабатывалось несколько версий. Похищение с целью выкупа, из мести, из-за конфликта между родителями. Пропал мальчик, Эльнар Марданов, 1996 года рождения. Приметы. Рост 110 сантиметров, телосложение худое, глаза карие, волосы русые, короткие. Обладает хорошей зрительной памятью, может сам добраться домой, если находится рядом. Знает своё имя, фамилию и адрес. Ребёнок был одет в синюю куртку, синие штаны, синюю в полоску вязаную шапку, на ногах были тёмные полуботинки. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребёнка, срочно звонить по телефону 02. Султанаев Вадим Римович, 1975 года рождения, работал электрогазосварщиком, дважды разведён, есть сын от второго брака, с которым не разрешает общаться бывшая жена. В 1993 году был осуждён на три года за разбой. Из показаний Султанаева. С Лилией Мордановой познакомились в 1990 году. Отношения не поддерживали. После развода Лилия пришла ко мне. Стали общаться, и потом я переехал к ней жить. С её сыном у меня неплохие отношения, иногда, конечно, в целях воспитания я его ругаю. Ильнар называет меня папой. 21 января я после работы поехал к знакомой девушке Ирине. Она проживает с мужем и сыном 10 лет. В этот день мужа не было, и я остался у неё ночевать. Утром поехал на работу. На проходной меня ждали моя мама и Лилия. Они сказали, что Ильнара украли. Лилия Морданова рассказала, что похитители требуют выкуп. Описала подозреваемых лица кавказской национальности. Группа вместе с убитой горем матерью выехала на рынок для опознания. Позвонил дежурный, говорит, семья молодая пришла, заявляют о пропаже ребёнка. Я в вымогательстве денег за этого ребёнка. Пригласил её к себе в кабинет. Начали разговаривать. История такая, как она описывает, что лица кавказской национальности украли её ребёнка и пришли за выкупом. Поэтому вот она принимает такое решение, в милицию пишет заявление. Ну, рассказывала, что этого человека она видела несколько раз на рынке. Вот за это мы, конечно, сразу же зацепились. Фактически всем уголовным розыском отцепили рынок. Ну, она там разыграла спектакль очень хороший. Не он, не он, не он. А потом кинулся на одного человека. Говорит, вот он. Мы его задержали и ещё там человек пять вместе с ним. Ну, конечно, насилие на них, потому что дело серьёзное касается маленького ребёнка. А потом чувствовал, что тут не то и алиби у человека, потому что его друзья все подтверждают. И сам он ведёт себя, ну, как бы, как обычный человек, на которого вдруг не стало ни сего вешать такое тяжкое преступление. Венера Дишина, сестра Вадима Султанаева, отмечает в своих показаниях, что во время совместного проживания с Лилией Мордановой слышал от неё высказывание, что та порой готова убить ребёнка. До того она его ненавидит, что сын во всём похож на родного отца. Когда мы уже задержали этих кавказцев, и когда уже с ними работали, и повторно возвращались к ней, мне просто позвонили, сказали, что обнаружил случайный человек труп ребёнка. 22 января 2001 года на территории строящегося блока кирпичного завода был обнаружен труп Морданова Ильнара Айдаровича. Он был повешен. Никто не задумывался о том, что, собственно, мать может поднять руку на ребёнка. И один из исследователей обратил на внимание, сравнивая показания и объяснения матери ребёнка. О том, что ребёнка вводила она в поликлинику к педиатру, а в другом объяснении она давала иной в поликлинику и другому специалисту. Решили эти факты проверить, посетили её поликлинику. И в той и другой поликлинике проверили о том, что Морданова Леля Александровна приводила ребёнка. И после этого следствие начало отрабатывать версию о причастности этой женщины и её сожителя Танаева на причастность к убийству ребёнка. Конечно, когда такое преступление, тем более сразу знаю, что в суде, как правило, люди отказываются от всех этих показаний. Для того, чтобы такое сложное дело направить в суд, нужны были веские доказательства. Одним из самых, мне кажется, таких серьёзных доказательств было это установление таксиста, который привёз их именно на этот завод, на этот строящийся завод. Его нашли. Он опознал их как тех людей, которые приехали туда. И приехали туда вместе с мальчиком. Я хотела расстаться с ним, но он решила, чтобы не оставаться. Пробуем, говорит, замык. Снова. Я не снова её. Как-то ей сказал, что ребёнок, я говорю, не хочет, что ты его с вами не жёгла. Он такой говорит, ну то, что... Из показаний Лилии Мордановой. В 17.00 я позвонила Султанаеву и сказала, что нам надо серьёзно поговорить. Сорока на хвосте принесла, что Вадим встречается ещё с кем-то. Он пришёл примерно в 20.00. Был пьян, но не сильно. Я гуляла с сыном на улице. Ильнар ушёл домой, а мы остались разговаривать. Вадим сказал, что хочет жить со мной, но не может терпеть сына. Он напоминает ему бывшего супруга. В итоге Вадим стал говорить, что от сына надо избавиться. Слов «убить» он не произносил. Я стала убеждать его, что сына можно отдать бывшему мужу. Но он отвечал, что никогда не хочет его видеть. Он велел на следующий день привезти сына на стройку. Всю ночь я думала о его словах и решила поехать и на месте отговорить его от убийства. Он сказал так. Я ей сказал, что мне не нужен её сын. Но я его настолько сильно люблю, что я решилась на то, что мы с сыном такое сделаем. У неё всегда была одна такая... Я её так сильно люблю, такая любовь. И он, кстати, то же самое говорил. Она меня так любит, что пошла на это. А он ребёнка вот сюда отвёл. Куда? Дед, на мне показывайте, где они стояли. Здесь. Это вот тут, вот там. И что здесь делал? Вот он повернулся ко мне задом. Вот задом я стоял. Ребёнка вот так вперёжку поставил. И вот правую руку он вот поднял. И вот так вот ребёнок сразу сел на коленке. И вот так вот. И вот так вот рука вот так поднялась наверх. И потом вот сразу вот ребёнок на коленке сел. Как она на это пошла, в общем, непонятно, конечно. И полностью она всё рассказала. После этого мы принялись за него. И, в общем-то, картина стала ясная. Недолго мы работали, ну, скажем так, полдня. За полдня фактически вся картина была ясна. Что здесь произошло? Ваши действия, действия Мордановой. Я петлю сделал. Так, верёвка у кого была? Кто её принёс до сюда? Верёвка у неё была? У неё была. Она здесь вам её передала. А вы сделали петлю дальше? Я передал ей. Она отделала на шею. Затягивающий. За что? Другой конец. Взял. Она отпустила. Просто накинули или какой-то узел там сделали? Ну, как затягивающий. Угу. Она отпустила. То есть, пока вы фиксировали другой конец шнура, она держала ребёнка, потом отпустила. Потом что вы делали? Всё, мы в сторону автокзала пошли. Утром просыпаюсь, улыбаюсь я. Солнышко ценует ласково меня. Я смотрю на солнце, маму вижу я. Солнце – это мама, милая моя. Как бы они жили в случае, если бы это преступление действительно осталось нераскрытым, с этим грузом, как бы у них сложилась семейная жизнь, если можно назвать это семейной жизнью, трудно представить тоже. Когда жить в одной квартире и понимать, что вы убили человеком, ну, это непостижимо просто-напросто. Находясь под следствием, Лиля писала письма своему возлюбленному. Любимый мой муженёк, люблю тебя. Хочу до невозможности. Всё как у людей. Слова ревности, прощения, обещания вечной любви. Хотя уже проскакивают слова «шконка», «начальник», «хата». Чем необычно это произошедшее? Оно необычно тем, что женщина выбирает вместо собственного ребёнка жизнь с мужчиной и, конечно же, в данном случае необычен способ убийства. Это очень трудоёмкий и очень, если рассматривать с точки зрения опасности незавершения, незавершения этого преступного деяния, способ убийства. Женщина, которая выбирает мужчину постороннего, не отца её ребёнка, а другого, несомненно находится либо в каком-то тяжёлом эмоциональном состоянии, либо она психически больная. Насколько я понимаю, здесь судебно-психиатрическая экспертиза не признала её больной, но не исключено, что она могла признать её человеком с личностными расстройствами, то есть человеком, у которого есть психопатия, патология характера, потому что трудно себе представить, что здоровый, разумный, спокойный человек, женщина способна на подобное действие. Я думаю, что инициатор был он, конечно, однозначно. Что он смог сделать, что она пошла на это, я не знаю, потому что я разговаривал и с мамой, прекрасная женщина, вот если уж дело касалось того, чтобы жить без ребёнка, она вполне могла забрать его, я когда выходил уже, когда всё закончилось, когда её задержали, я спускался вниз, а мать сидела просто на бетонном полу, полностью, женщина, которая едва ли не потеряла рассудок. Данное преступление вызвало настолько большой резонанс в городе, и было, так скажем, на устах у всех буквально, не то что даже в этом районе. Уже в последующем, после вступления приговора в закон о силу, я исполнял приговор части вещественных доказательств, и мне необходимо было найти маму обвиняемой Мордановой. И когда я стала выяснять именно место жительства, выяснилось, что она именно из-за того общественного резонанса, из-за общения с соседями, впрочем, вынуждена была переехать на другое место жительства, то есть фактически поменять его, даже с ухудшением жилищных условий, настолько это вызвало, так скажем, негативный резонанс и обсуждение в обществе, и среди в кругу соседей, знакомых её, то есть она фактически на тот момент, как я помню её слов, она вела уже так очень скрытый, обособленный образ жизни, то есть это вынудили к этому, это обстоятельство совершения преступления дочери. К сожалению, данный случай не единственный. 14 марта 2008 года Елена Зинягина пришла к приятелю с просьбой позвонить. С телефоном удалилась в ванную, потом сказала, что до Александра ей дозвониться не удалось, а у неё появились проблемы. Она убила своих детей. Она изначально набрала воду в ванную, собиралась детей помыть. Вроде бы одного ребёнка она уши помыла, одела, и когда уже начала мыть второго ребёнка, у неё что-то заклинило, лишила жизни своих детей, ванну утопила. По существу могу пояснить, что в данной квартире проживаю с 2001 года. Соседей из четвёртой квартиры я не знаю. По данному адресу живу 47 лет. В соседней квартире дети не проживают. Живёт некий Саша. Очень редко бывала женщина с двумя детьми, но она в этом доме не живёт. Были допрошены по характеристике личности родственники и супруг Зинягиной, сожитель Зинягиной, а также сестра Зинягиной и её тётя, которые, в принципе, охарактеризовали её человека как хорошо относящегося к своим детям, каких-либо ситуаций о том, чтобы она их наказывала или применяла какие-то там меры воспитательного характера с применением насилия, так скажем, бдуаров или битьём, как предметами там, да, никогда не было. В той же части они и сказали и о супруге, и о сожителе, которые также не применяли, и при них, по крайней мере, никаких там наказательных мёрт детям относились хорошо. Из показаний Елены Зинягиной. 13 марта 2008 года я пришла к Александру со своими детьми. Хочу пояснить, что с Сашей я уже не жила вместе, мы с ним расстались. Я приезжала к нему периодически помыть детей, так как в общежитии это делать неудобно. Гражданскому мужу Денису говорила, что поехала в село к бабушке. Утром Александр ушёл на работу. Мой старший сын попросил, чтобы я наполнила ванну. Он хотел искупаться. С кем первым мы встречаемся, придя на белый свет, так это наша мамочка, её милее нет. Вся жизнь вокруг неё вращается, весь мир наш её обогнет. Весь век она старается нас уберечь от бед. Кто мог сожитель совершить данное преступление? Естественно, был осуществлен выезд по месту работы. Но шиномонтаж был на нашу, значит, так скажем, удачу хорошо организован. То есть и видеокамеры следили за работниками, и ввелся непосредственно журнал, учёт рабочего времени, кто и где находился. Было установлено, что он на момент преступления находился на рабочем месте, то есть работал он там сутки, насколько я помню. Соответственно, данные преступления совершить не мог. При обыске в квартире были найдены многочисленные листы из писанной бумаги. «Саша, прости меня, я убила своих детей ради тебя, потому что я люблю тебя и всегда буду любить». В 2008 году я проводила почерковическую экспертизу в отношении подозреваемой Зинягиной. Мне были представлены записки на исследование, в которых Зинягина признавалась об убийстве двоих детей. Следствию необходимо было определить, Зинягина выполнила данные записки или другое лицо. В результате исследования было подтверждено, что данные записки выполнила она. Но, однако, помимо выполнения записок ею, были выявлены признаки, которые свидетельствовали о необычном психофизиологическом состоянии данной подозреваемой. Наследство от родителей Елене досталось социально неблагополучное, отягощенное алкоголизмом. Оба родителя любили выпить. Елена была старшей из трех детей, но это не прибавило ей ответственности и самостоятельности. Из-за семейных неурядиц Зинягина училась в школе очень плохо. После четвертого класса была переведена в интернат. На характер человека, на его отношения с миром, на его взгляды, на его мораль накладывают первые годы жизни те люди, которые окружают ребенка. Если там были жестокие родители, или какие-то жестокие события, или трагические события, или стрессы тяжелейшие, или насилие, ребенок на всю жизнь остается исковерканным. То есть его судьба будет зависеть от этих событий. Для того, чтобы их перебороть, нужно провести колоссальную психологическую работу. Сначала самому человеку, а если он не справляется, то с помощью специалиста. Из показаний Александра Макарова, сожителя Зинягиной. Отношения с гражданским мужем у нее были плохие из-за того, что в его семье употребляли спиртные напитки и никто не работал. Против детей я не возражал. Сказал, что помогу поднять их на ноги. Елена обычная трудолюбивая девушка, спиртное употребляла только по праздникам. Каких-либо странностей в ее поведении я никогда не замечал. Однажды мы пошли купить ей зимнюю одежду. В итоге она купила детям теплую одежду. По требованию Верховного суда я защищала как раз вот эту женщину, женщину, которая утопила двоих детей. Это было очень тяжелое дело и тяжелая защита. И когда я проанализировала вот ее жизненный путь, я поняла, в чем причина это была. Причина была в ее безысходности. Причина того, что она была на грани. Кем она только не работала. И машины мыла, и поломойка, и так далее. И содержала вот двоих детей, и его, а он только пил муж ее. Из показаний Татьяны Зинягиной, тети подсудимой. Отношения Дениса и Елены серьезными назвать нельзя. Елена могла в любое время уйти от него, а потом вернуться, и он всегда ее принимал. От совместной жизни у них было двое детей, Данил и Роман. Дети очень любили отца, и когда он был трезвым, уделяла внимание. Елена часто привозила детей к бабушке в деревню Куяки. Дети были голодными. Ели все подряд, даже лук. Бабушка часто говорила ей, чтобы она отдала детей в интернат. Сам не мог понять, почему же это преступление было совершено. Однако в первоначальных показаниях, которые Зинягина призналась, что совершила данное преступление из-за того, что не могла содержать данных своих детей, то есть не могла их обеспечить одеждой, едой, не хотела их отдавать в детский дом, поскольку там бы они не смогли без нее прожить. В принципе, первоначальные показания и легли в основу обвинения Зинягиной при, естественно, тех доказательствах, которые были собраны, и пояснений, и показания людей, и экспертизы. Вина Елены Михайловны Зинягиной доказана полностью. Она приговорена к 17 годам тюрьмы. Морданова Лилия Александровна, повесившая своего сына, проведет за решеткой 20 лет. Ее любимый, Султанаев Вадим Римович, 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Приехав в день рассмотрения дела городской суд, я был удивлен, потому что в районный суд пытались попасть очень много людей для того, чтобы участвовать в судебном заседании в качестве зрителей именно по данному делу, в отношении Морданова именно. Долго не могли начать рассматривать дело, потому что зал был небольшой, а народу много было. И при решении начать судебное заседание пришлось открыть живой коридор. Народ проходил через коридор, через одну дверь входили, через другую выходили, и смотрели на эту женщину, которая подняла на собственном ремке руку, и это им самым лишило жизни ребенка. Женщины в тюрьме, оторванные от семьи и детей, все воспринимают намного острее. Где-то убийцам отношение особое. Не принято с ними дружбу водить. Материнский инстинкт не относится к основным инстинктам, ведь это так естественно, когда женщина заботится о своем ребенке. Конечно, работа тяжелая 24 часа в сутки, без отпусков и выходных. Но вместе с тем она приносит огромное количество ни с чем не сравнимого счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok